Интериал от 0 до 90 градусов косинус в квадрате от косинуса х плюс синус в квадрате от синуса х до х. Почему это? Заменим здесь синус х на косинус х. Это можно сделать, потому что синус квадрата от косинус х при интегрировании от нуля до 50 градусов проделает те же стосовые значения. Ну да, по сути это верно, но как-нибудь это надо понятнее объяснять. Нет, Коль, давай все-таки не будем в философию ударяться, давай сделаем это на формальном уровне. Формальный уровень такой, пиши слева от этой величины равно а. А теперь под этой штукой напиши а равно и сделай просто формальную замену. Вместо х напиши везде π пополам минус х. Тогда будет интеграл не от нуля до π пополам, а от π пополам до нуля. Логично, да? Ну и дальше везде делай замену. Значит, косинус квадрат. Косинус от π пополам минус х это сколько? Синус. Синус. Дальше. Синус квадрат. Синус от π пополам минус х это косинус. Отлично. Дифференциал от π пополам минус х это не dx. Минус. Это минус dx, да. Минус, здесь будет dx. Вот, теперь что надо сделать, чтобы избавиться от этого минуса? Поменять здесь порядок. Ну, конечно. Поменять порядок пределов. То есть будет опять от нуля до π пополам. Опять будет от нуля до π пополам. Отлично. Опять пиши, чему равно 2а. Надо сложить эти сночки. Да. Косинус квадрат от косинуса плюс синус квадрат от синуса. Да, да, все подряд пиши, да. Вот, плюс косинус квадрат от синуса плюс синус квадрат от синуса. Ну, теперь просто говорим, что для любого угла сумма квадрата косинуса и синуса равна чему? Зинус. Да. Ну, значит, ответ а равно 2а. Совершенно верно. Спасибо. Поняли или нет? Спасибо. Спасибо.